Быть собранным, делать зарядку, жить честно и не идти по головам – девиз самарского долгожителя Андрея Ивановича Баталина. С таким лозунгом он прожил, сложно поверить, 102 года. Задумавшись, все же уверенно говорит, что за столько лет удалось найти смысл жизни. Смысл жизни удерживал. Я, как говорят, работал над собой, потому что я знал, что дело только во мне. Вот почему я до сих пор живу, я все время занимался визитским занятием, причем систематически, ежедневно, ежедневно, обязательно, никакого пропуска. Ну, соответственно, в опихе, конечно, такое небо, потому что французский культурник, французский, укрепляет здоровье и думает о здоровье. Пока наша съемочная группа была в гостях у Андрея Ивановича, в дом пожаловали еще гости – представители районной администрации. Указом президента Российской Федерации вы награждаетесь юбилейной медалью «70 лет победы» в Великой Отечественной войне. Желаем вам здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго. Орденов и медалью у Андрея Баталина предостаточно. Четыре ордена Великой Отечественной войны, медаль за победу над Японией, за взятие Кёнигсберга, за освобождение Белоруссии. Дочь ветерана Ирина в героизме отца никогда не сомневалась. С детства уверена, папа – герой. Папа был директором школы, и там же было несколько квартир для сотрудников. И вот однажды ночью начался пожар в кладовой, школьной кладовой. И вот сначала дым пошел, представляете, какой страх, испуг у всех пожар. И вот я помню, папа сразу пошел, взломал дверь, у него был лом в руках. И он один справился с этим пожаром. Когда он вышел, у него на руках были пузыри. Родившийся еще при царе в 1913-м, он помнит революцию, лично знаком с Андроповым. Воевал в Маньчжурии, объехал всю Россию и осел в Самаре. Отсюда была его супруга Анна Ильинична Репина, с которой Андрей Иванович познакомился и поженился за 10 отпускных дней. Насыщенная долгая жизнь, интересные события. Об этом должны знать не только дети и внуки, считает ветеран. Недавно он закончил книгу «Жизнь страны. Моя жизнь». Это реликвия семейная, рукопись отца, его жизнеописание. С детства он человек деревенский, и весь тот путь, который он прошел, он описал до конца 80-х годов. Вся мудрость, выводы и просто какие-то факты. Все очень подробно, с датами. Сейчас у Андрея Баталина двое детей, внучка и два правнука. Есть ради кого жить. Ветеран мечтает оказаться на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая, в юбилейный год. Мариана Мирная, Павел Пресняков. События.